До тех пор, пока я не завела собаку, я и не подозревала, какое в Америке собако-центричное общество. То есть догадывалась, но в полной мере не представляла. Знакомьтесь, это Уолли. Его зовут так же, как робота из одноименного мультфильма, помните, который спасал планету. Ему 10 месяцев. Я взяла его из приюта. Это помесь лабрадора с кем-то еще. И сейчас мы с Уолли отправимся на нашу обычную прогулку. А по пути я покажу какие-то простые повседневные вещи, которые многое расскажут о том, как здесь относятся к собакам. Я обратила внимание на то, как в Америке называют собак и людей, с которыми они живут. Это, между прочим, очень важно. Тут почти никогда не говорят хозяин или владелец. Тут говорят parent, то есть родитель. Меня часто называют мамой Уолли. А у моего сына могут спросить, как поживает его брат. Кстати, на упаковках продуктов для животных в последнее время все чаще пишут именно слово parent. Ну вот наша первая остановка, сказать о которой очень важно. Это пакет, чтобы убрать за собакой, мусорный бак и санитайзер для рук. И такие станции здесь буквально на каждом шагу. Я могу пойти вот в ту сторону и через 100 метров наткнусь на такую же. Пойду в эту сторону и через 50 метров наткнусь на такую же. Ее даже отсюда видно. Так что не убрать за собакой здесь просто невозможно. Это неприлично. За это штрафуют. Да еще и повсюду вот такие напоминания. Кстати, собака в Америке это еще и отличный способ для тех, кто хочет улучшить английский. Даже во время небольшой прогулки 5-7 содержательных смолтоков вам обеспечены. Прохожие будут знакомиться с вашей собакой, спрашивать, как ее зовут, откуда она, что любит, чего не любит и так далее. Тех, кто выгуливает собак, называют док-вокерами или бэбиситтерами. То есть, опять же, говорят о собаках так же, как о людях. Нанять док-вокера или бэбиситтера удовольствие не дешевое. Одна прогулка стоит как минимум 20 долларов. Вообще, на собак здесь тратят едва ли не столько же денег, сколько на детей. В Вашингтоне и окрестностях очень много кафе и ресторанов с пометкой «Dog Friendly». И на протяжении всей этой улицы можно увидеть миски с водой для собак. А в кофейне Starbucks даже придумали специальное и совершенно бесплатное угощение для таких посетителей – попучино. Оля уже знает это кафе. Я всегда покупаю здесь себе двойной эспрессо, а ему – попучино. Добл эспрессо, пожалуйста. И попучино. Это его любимое. Кстати, «Dog Friendly» тут не только кафе и рестораны, но и даже библиотеки. Во всех библиотеках нашего округа Монгомере в штате Мэрилэнд есть акция «Почитай собаки» – «Read to a dog». Волонтеры приводят туда собак, а родители – детей, которые по каким-то причинам стесняются читать вслух. Читают здесь, конечно, в основном по-английски, но организаторы говорят, что собаки тут на самом деле мультиязычные и настолько высокообразованные, что понимают не только американскую, но и мировую литературу. Вот я сейчас попробую тараканище Чуковского почитать. Есть еще одно отличие американского собачьего словаря от русского. Мы собак заводим, ну или если это собака из приюта, мы ее берем, подбираем, а здесь собак усыновляют. То есть используется тот же глагол, что и для усыновления детей. Есть множество организаций, которые занимаются семейным устройством собак. Вот сейчас здесь организация Lucky Dog проводит adoption event. Я даже не знаю, как точно перевести это словосочетание на русский, но суть его в том, что каждый может прийти сюда, познакомиться с собаками и выбрать свою, единственную. В общем, собака в Америке – это ваш родственник, а не какой-то там четвероногий друг или домашний питомец. Собаки здесь буквально купаются в любви. Как в бассейнах в день их закрытия в самом конце лета, когда поплескаться в воде, наконец, разрешают не хозяевам без собак, а собакам без хозяев, то есть без родителей. Субтитры подогнал «Симон»!